И мы снова в эфире, дорогие друзья! Всех вас рады приветствовать на трансляции от RUHUB, а именно на просмотре матча Danish Beers Power Rangers в рамках европейской квалификации на Epicenter. У нас счет 1-0, в первую карту взяли Danish Beers и формат проведения Best of 3, а значит, что эта вторая карта может стать последней на сегодняшнюю эту квалу, а может быть и нет. Все, только полностью в руках этих двух команд. Ну и по-прежнему для вас комментирует адекват Elex, вторая карта, драфты, поехали! Поехали смотреть. Девауэр воет от команды Danish Beers. Пэр берет себе инвокера и чена. Но вот на прошлой карте девауэра не было в драфте, в принципе, ни в бане, ни в пике, что удивительно, тут уже команды о нем вспомнили. Притом, инвокер, ну если это инвокер квас экзор, то девауэр мид должен выигрывать, потому что форспирит это убиваешь буквально с двух ударов, и сам по себе девауэр жить не дает. Поэтому пока я ставлю на Danish Beers именно по противостоянию соло мид. Вообще команды, по-моему, издеваются немного над нами, потому что что это такое? От полдвауэра в первой карте вообще просто проигнорировали, не забанили, не запикали, а тут правда ФП. Ну кто так делает? Между прочим-то, герои, которые топ-5 попекаемости в рамках этих квалификаций на эпицентр, имеет винрейт 57%, в 42 раза выбрали. Ну, понятное дело, что до инвокера ему далеко, инвокер вообще топ-1, правда винрейт 44% у инвокера. Боже, 44%! Чё же он так плохо проигрывает? Да, довольно мало. Ну, инвокер, в принципе, сейчас инвокер по пикабельности топ-1 и в пабах, и на любых турнирах без исключения, думаю, вообще везде. Ну, возможно, скоро что-то изменится, возможно, нет. Конечно же, все эти герои достали. Но пока есть инвокеры, пока есть щены, давай смотреть, что по банам, Фориона, Энчантера, Сванбисмастер, снова Алхимик, снова Найтсталкер, Клинкс и Герокоптер. Забанлены герои, которые могут сойти под края на сферу, но пока у Дэнишберс пик, но он очень близок к тому, чтобы назвать его идеальным. Войд, Дезвард, Эклипс, Девавр при этом может бить в купол, пока выглядит все шикарно. Да, есть энергия между тремя этими героями, это действительно факт. Ну, с другой стороны, у ПРов тот самый герой, который имеет 92% винрейта на этих квалификациях. Чем появился ПР? Это знак ПР, что нужно выигрывать, иначе никак. А G4 сейчас думает, выбором третьего героя. Надо, может быть, пока тоже не приоткрывать завесу своих кор-героев, а просто показать суппорта, активного роумящего. Где Спирит? Почему мы не видим Эрф Спирита? Где же тот Гангер-убиватель-то? Ну, ПР его уже не возьмут, скорее всего, Дэнишберс, да, вполне. Эрспирит может залететь. Я вот думаю, кого брать... Ну, а куда его брать-то? Черн идет в лес, и нужен саппорт-нянька, по-любому. Я не видел случаев, что брали двух саппортов, которые роуми, там, типа Черн плюс Эрспирит. Но это очень редко, это когда прям какой-то майнкерри, который может стоять один. Да, самостоятельный герой. Инвокер может, в теории, стоять один. Ну, ничего там самостоятельных двух персонажей взять. Знаешь, ты уже напридумал, это уже прям, если так, прям, супер-питапик. Ну, Лон Друид... Это не по мете. Лон Друид. Было неплохо. Чешир, я не могу сказать, что Чешир там откровенно закидывал. Формил, убивал, дэмэдж наносил, но просто не хватило одного Лон Друида. Но он был неплох. Снова Лон Друид, скорее всего, на уфлейне. Инвокер Соломит. Чен Лес. И нужна дабл-линия для команды Пуэр. Это будет J4 и Годем. Каких-то персонажей для них? Висп. Вот оно как. Так, что-то интересное намечается у датских медведей на последнюю стадию. Прямо приготовили, и мы в ожидании. Как раз-таки керри не хватает. Это будет Висп плюс какой-то этот самый керри. Свена не будет с ним точно, но может быть ЦК, может быть Тинни по-прежнему. А можно поставить эту даблу вообще в мид от Волдвауэра на легкую. Такое тоже часто практикуется. И вот сейчас с АПРом нужно вот очень серьезно призадуматься. Потому что Висп это герой такой ориентир. Ты на него смотришь и понимаешь, что последним пиком что-то произойдет страшное в драфте у оппонента. И нужно сразу же срочно контрпикс. Забирают пока Красаву. Это Леон. Ну, это может быть и нянька, и может тоже побегать погангать вместе с Ченом. В принципе, такой уникальный герой. Ну и плюс ко всему, конечно же, против Виспа он хорош, во-первых. Потому что есть Берс. Во-вторых, на любой релокейт можно тут же станом встретить. Да, саппорт очень сильный, Леон. Недооцененным временам, я не знаю, почему они пикают каждую игру. Потому что он должен появляться как можно чаще. Всего лишь два саппорта в игре, имеющие Хекс. И по мне, Леон выглядит, ну, очень сильно. Радиант Тим Берс. Минус Урса Вориор. Так, надо бы забанить Тени. Все-таки, да, Виспай Тени испугались. Значит, оставляем мы ЦК. Правильно? Ну, может появиться вообще какой-то кэрри, который с Виспом никак особо не комбинируется. Мы это часто видели. Просто Висп такой персонаж, который может сейвить, может подхилить, не более того. Я не думаю, что прям что-то. Тогда Энж Берс будут пытаться комбинировать. Не обязательно это делать. Тем более под хроносферу надо брать героя с рейндж-атакой. Кто у нас есть? Потому что Клинкс в бане. Герокоптер в бане. Про кого мы еще позабыли? Кто еще может в теории появиться? 10 секунд остается. Плюс один Соломит. Диджи Доктор тоже внизу идет. Деваура в Войт стоит один. Ну да, пик у Дэнж Берс реально сильный. Опять же, когда они пикают, прям очень уверенно. И вот от них вариативность, что заставляет противника банить. И Алхимика, и Найт Сталкер на первой стадии дает им возможность взять. И Деваура, и Войда. Это неприятно. Ну и Тимберсоу. Ну вот так вот. Девайка, который с Виспом, не могу сказать, что там комбинируется. Но это бесконечная мана. Это Тимбер, скорее всего, Кор. Мы видели таких уже от команды ЕГЭ, от команды Вега-Сквадрон, когда там еще Паша играл. Неплохо. Да, примеров много, да. И Сумаил на миде на Тимберсоу катает частенько очень. Ну здесь, скорее всего, конечно, будет на позиции Керри. Но суть в чем? Суть в том, что Тимберсоу здесь какой-то супер неуловимый парень. Но я бы не сказал, что это прям такой супер однозначный пик, и что этим Тимберсоу просто драфт выиграли в салат. Но это герой такой ситуационный. Вот у него получится хорошо себя пореализовывать. Это будет замечательный персонаж. Не получится, но извините, бывает. Но очевидно, что Тимберсоу просто не вметит сейчас. Я даже не уверен, что на этих квалах его кто-то вообще брал. Просто не уверен. Я сейчас даже посмотрю. Тимберсоу, да, это герой, который в этих квалификациях на эпицентр ни разу не встречался. Это первый раз, первое его появление. Да, но вот так хорошо. Давайте посмотрим, брали ли Дэниш Бирс вообще этого Тимберсоу за всю свою историю. Ну, я думаю, разочек мы, может, и брали. Были все-таки времена такие когда-либо. Не, в парадатах 2013-х, конечно. А сейчас-то в этой мете. В этом патчике-то. Не, на самом деле, конечно, Тимберсоу пик очень неожиданный. И GF сейчас должен будет подумать. Подумать плотно. Оставил он тебе как раз-таки на выбор керри напоследок. Это тоже очень важно. Надо что-нибудь такое, может быть, с диффузами. Ого. Так это же величество пуш? Ну да, это получается фармящий именж флспирит. Это ландроид от Чешира. Очень рискованно. Последняя статя драфтов от обеих команд это что-то с чем-то. Это вообще прям непонятно. Ну, венга. Ну что, кто кого? Такое вот мнение. Вообще не задумываюсь толком об игроках. О тегах просто по пикам. Кто-то тебе нравится побольше. Бэйр, конечно. Я не знаю, они взяли керри венгу. Как за них можно не палить ради такого? А я вот к керри венге отношусь не всегда положительно. Ну, потому что если вы не закончите до минуты 30, то потом... Там Деваур, там Воид, там Тимберсоу. Там очень много дэмэджа. Притом и магического, и физического, и чистого. Ну... Да пик жесткий у Денис Бирс, безусловно, конечно. И драка 5 на 5, там просто сумасшествие, что может вообще в хроносфере происходить. И от Волдауаур залетает, и Десвард забивает туда очень много урона. И Тимберсоу также может вокруг да около там нырять, швырять. Еще и Тимберсейн раскидывать налево-направо. Жесткий очень пик, действительно. Но просто хочется, чтобы как-то вот за этого Тимберсоу наказали немного ребят из Денис Бирс. Что то, что не в мете, должно как-то убиваться все же, на мой взгляд. А я считаю, что это наоборот в плюс, что команда берет героев, которые не в мете. Которые просто есть такие, которые появляются редко. Я наоборот такие команды люблю, которые все-таки пытаются вспомнить персонажей, которые все же сильны, просто недооцененные. Ладно, давай переходить к карьере. Команда Power Rangers на Radeon, J4 на Леоне, Goddamn, Neville, Spirit, Bignum на Чене, Arise на Инвокере и Чеширский кот на Лондоруиде. Так, ну и ребята из Денис Бирс уже пятером побежали под смоками. Первым идет у нас Пингвинчик на Отволду, Ваури, Ноя сыграет на саппорт в Вич-Докторе. Эй, Скерри, Типерсоу, Хеста же Ротан на оффлейн, Фейслос Войди и Риза сыграет на саппорт в Вис-Пе. Побежали, побежали, очень хотят сделать какой-то First Blood у нас Денис Бирс. Никого только не видят, к сожалению, ничего у них не получается. То можно ворцы проставить и заблочить какие-нибудь спауны для Чена, например. Так, на пакосте тему в начале игры. Да, ставят, ноя, ну я думаю, это и была идея, не кого-то найти, а именно поставить пару вортов, заблочить спауны, дабы здесь Чен не мог фармить. Ну вот с появлением вот этого Тир-2 спауна у двух сторон огромный плюс для Чена. Если что-то тебе заблочили, может сюда переместиться и здесь найти больших крипов. Поэтому ничего страшного в этом нет. Сентри Вард, стоит он 4 минуты, поэтому ничего такого нет. Ну и по рунам все спокойно, забирает Деваур, забирает на топе Инвокер. Ну и начинаем смотреть за сражением Инвокер. Разумеется, класс экзортный, но и райсу будет трудновато. Опять же, Деваур, Смир, Эркан Арбом, Форс Спирит и Контрит на ура. И как-то Ласхиде будет не так просто, как Инвокер, который стоит против любого мидера, вообще не важно кого. Тут интересно, что опять-таки ПР пошли триплой в Хард. Ну, понятное дело, что это будет такая даблаз Чен, который там будет лесной. Там в своих лесах или чужих лесах будет прибегать и помогать. Смысл в чем? Смысл в том, что мы пытаемся кого-то загнобить. Свапнулись линии моментально Дэни Шпирс, они отправили терпеть Фестлос Войда. И это грамотно, потому что снизу будет стоять Имберсоу. И Вичдоктор должен будет попытаться как-то помешать Медвежонку получать экспу и деньги. Ну что ж, интересно, очень нестандартная расстановка линий. Помимо того, что был и пик не самый стандартный. Ну а в миде Висп еще и будет помогать от Волду Вауру. Для Райз тут вообще, конечно, линия какая-то супер ужасная. Я не знаю, как он здесь будет выстаивать. От Волду Вауру и так, ну, откровенно говоря, выигрывает линию у Инвокера при прочих равных. А с Виспом так вообще. Райз должен быть. Есть выход, J4, Миссис Бигну, Кентавер, J4, есть Хекс, Пашл Санстрайк, Райз, да, погибает. Есть Танат Кентавера и Ферзбат в плане команды Пауэрэнджерс. Ну, оказали, да, не было на карте двух персонажей, и это как-то Дэнджерс не сумели прочитать. Ставится Сантривард, теперь будут все видеть. Но вот только хотел сказать, что у команды Пауэра огромная проблема, потому что на топе Войт гнобит. Внизу фармит Эйс, Солон Друит остается без фарма. Но вот так наказывают приходить, убивать именно гангами Леона Плющена, а почему бы нет? Ты надо играть активно. Конечно, вы берете Керри Винго, это что значит? Это значит, вы сейчас истребляете всю карту, захватываете инициативу, преимущество. Годем прокачивает пассивку, уже видя на единичку. Давите, пушите, 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 все сносите, не даете расформиться от Волдуауру и Тимберасова и выигрываете игру. План примерно такой должен быть. И вот то, что Бигнум уже сделал в ферзбат, это очень важно. И важно, конечно же, на этом не останавливаться ни в коем случае. Вот уже, опять-таки, заход на Хастажеротовна. Вот так вот, тут два героя, которые имеют стан, дизейбл, Бигнум уводит пачку крипов. Правда, не всю пачку. Сабу уводит оставшихся двух крипов. Поддавливают тавр, если убить не удается. Ну и пока играют очень агрессивно. Очень агрессивно, конечно. Близко всего мы понимаем, что помимо трех героев, там еще и Санстрайк может залететь. Так что Хастажеротовну нужно быть вдвойне аккуратнее. Как смотрел, аккуратно пробивают пока с руки, с руки. Подкоп, подкат, их их стратить не стали. А почему? А, у Вингистана нет. В чем же проблема? Почему же они фраг-то не делают? Потому что Котэм Стан не вкачал. Да, есть вейв, есть аура. Ну и команда Дейндж Берс понимает, что надо сместиться на топ, потому что внизу стоит спокойно пофармить себе эйс, и надо помогать. И выходит Дейноя и Висп. Такие себе, конечно, помощники, особенно Висп. Но и Твичдоктор может своими касками откидываться как-то и помогать. И пока Войт не погибает, это плюс. У него 8 крипов, у него левел 3, поэтому пока башня не пала, и Войт стоит и не фидит, все отлично. Ну вот уже выходит снова Чен с Кентавром, выходит Джейфо, и есть вейв, есть Хекс, есть также уже Стан, Стан кастуется, но Войт должен жить. Тайм Волк прокастует и готов разминуться. Джейфо-то очень сильно просел, Джейфо минус. По итогу вот так оно. Очень просто, и это, скорее всего, не конец. Кентавр станет, Войт, Войт, нет Тайм Волка, зато есть Фэрифайр, Фэрифайр нажимается, Кентавр погибает, пытается отсюда уйти Войт, но получается Стан и Тайм Дэйла Шенойд погибает, Годем, также надо бежать, фичка есть одной, но Годем должен выживать. Крипами сейчас очень повезло, потому что крипы подошли и сагрили на себя Тавра, в итоге Годем в шоуах остался, а вот не удалось перевести этот самый акцент от Тавра у Джейфо, он бегал, бегал, пытался как-то сменить цель с Тавра, на какую-то другую цель, а в итоге Тавр его пробил и убил, не очень приятно это получилось. Как бы там не было, для Даниш Бир все равно какой-никакой на размен, получили экспы немного, Хастажерот, он, видимо, вернулся сразу же на линию. В целом, пока выстаивают, не сказать, что прям Даниш Бирс сильно просели. Да, на центре, как я и говорил, Девауэр стоит и перепармливает Тавра в два раза, я вообще не знаю, смотри, что происходит, ты спотянулся, Джейфо большие траблы, Джейфо пытается уйти, но там Биггнам уже подходит на Годем, разворачивается, отлично, сыграл Годем, дал стан виспад, тут же раскаст от суммона Медведемона, даблкил делает Биггнам, Хастажерот остается без суппортов. Качественно, качественно, опять-таки, смещаются ПРы и не дали активизироваться субпортом Даниш Бирс. 4-1. Да, ну вот на топе все отлично, но внизу фармит Тимбер, на центре фармит Девауэр, фармит очень серьезно, снова подцепили Вайдаву, это хоть на Волке живет. Как же агрессирует ПРы? Ну, им и нужно так делать, с таким-то драфтом, с такой-то линией, им и нужно агрессировать. Выходит висп, пускает шарики, но просто отгоняет соперника. Очень побитый Джейфо, побитый Годем, побитый сам Бигнум, надо всем отхилиться, отрегениться и вообще бежит Годем на базу, даже так. Хорошо, что надо подрегениться полностью, теряет время, но... Имеет три ассиста, кстати, что самое забивопытное. Вот такой вот Мейкери, пока что только ассисты. Все круто получается на топе УПР, но вот на других линиях, если мы посмотрим, то, конечно, от Волдуауэр доминирует над Мокером, как и предполагалось, очень хороший крипстат показывает Пингвинчик. Бигнум, живет, шарики летят, но все-таки не добивает Бигнума, немножко не хватило, буквально чуть-чуть. И снизу также очень хорошо чувствует себя Эйс, потому что 2-14 на 2 вроде бы он тоже получает свой фарм, но у Эйса-то уже почти 30 крипов, еще и при этом 7 с Данайнах. Корни сработали Эйс, ну а разворотить имперчейн, Эйс, а не умрешь, что ли, с такой надплости? Нет, не умирает, полный порядок. Так вот, две соло-линии выигрываются ребятами из Даниш Бирс, и здесь эти герои как-то получат себе свои лобала, в частности у Тимберсова, они уже будут подключаться на топ и помогать, в отличие от Медведя, Медведь так не может. Так что нужно опасаться, опять корни срабатывают. Что ж такое-то, думает Эйс, сколько можно этого терпеть? Да, везет Чеширо здесь. Ну стоит, как-то Эйс отгоняет, но Эйс, опять же, крипы под тавор, целых 5 крипочков, надо их их зафармить, и все будет великолепно. И Девавр, вот остается 1-1 с Нурокером, все, Райс здесь начинает страдать. Сложно подходить к крипам, остается просто без маны, на топление, годэмстан есть по вайду, есть подкоп от J4, и войд, как же много дэмэджа, как же много дэмэджа скидает, и подхиливает. Стучка от последней, залетел и пытался все возможное сделать, рейс и фэрифайр заязал, и боттл юзал, выхиливал как мог, но слишком много дэмэджа влили ПР. А силили, теперь можно саппортов тоже изничтожить, они же уже без подхила, но по тавор лезть не стали, потому что крипы все закончились. Сейчас Бигдум соорудит себе парочку энжин, не энжин, конечно, от нейтралов, и будут уже опять-таки заходить и пытаться мучить. Опять же, на топе все очень хорошо, ПР, а на других линиях проблемы. Суппорты не могут помочь. Корни хоть и работают бесконечно, но эйс все равно продолжает каким-то образом разменять кота. Еще подфармливая соло рейс. Пошел на развороте, почеширую немножко туда запускают. Чакрамы снова корни пробуют, эйс еле живой, на тиберчине отсюда улетает. Очень сильно побито, эйс уход на базу на топление, также у нас проблемы есть у Вайда, но Войттайм Волкой живет. Вот экшен на всей карте просто непрекращаемый. Дико, 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 дико. Ну, там я вижу, уже Аркейн Бутс появились у нас у Пикнума. МП заливается бесконечно для Леона и для Венжи Фул Спирит. Очень важно. Видим, все-таки Венжи Фул Спирит на пятом левеле взяла стан на 3, хотя раскачка изначально была через Вейв или через Венжен Сауру. Все-таки решили дать упор в Нюке. И Нюке хороший! Посмотрите, так и стажеротный рассказ шикарный. Висп даже не среагировал. Тизер был в откате, кулдаун был. Но если сейчас могут быть проблемы, подзамедлий его. Вис подтягивается. Есть Хекс, но я получаю дэмэдж с руки и слишком больно. Но пока терпимо. Нет, нетерпимо. Последний стычек от Леона накрывает его, это минус 2. Доминация на топе. Как же они тут еще? Семь один еще, да. И практически все фраги, если не ошибаюсь, они совершены отопление. Семь убийств уже, да? Именно так. Остахление пока что посильнее. Опять же, Эйс получает корни. Эйс очень сильно победен, тем речением пытается уйти, уходит. Но вот как тут при Эйс только подходит крипам, получает разу удар от медведей и моментально корни. Как же ведет Чеширо? Ну да, все-таки показывается, что милишнику стоять против медведей очень сложно. Несмотря на то, что, конечно, умудряется пингвинчик крипов убивать. И вот сейчас вниз передвижения пытаются помочь Эйсу немного. Если Ноя качественные каски даст, можно из Паркаста пытаться убивать кота. Кот играет без формы. Обратите внимание, здоровья будет не так много. И заходит Ноя, каски пошли, Эйс, Чакрам, Замедление, замедление висит. Самое неприятное, Савжиро висит. Есть два телепорта, корни прокают на Ноя. Как же везет с корнями. Чеширо и Ноя погибает. Есть Sunstrike на Эйса, Эйс также минус. Отличные телепорты, отлично перетянулись. Паркаста здесь. Ну дэм, царь, просто царь. Он свапнул, как раз таки Тимберсоу не стал Вичдоктор идти до конца убивать, потому что Тимберсоу ушел. Они сразу две цели. С двумя зайцами погнались, а обоих убили, вопреки всем пословицам. Красавцы, минус два. Да, 9-1. Начало просто шикарное. Надо еще как бы Девауэр здесь постанавливать. Было бы шикарно, потому что все-таки это пингвинчик, не забываем. Очень хороший игрок, и это Девауэр. Очень хороший герой, который может убивать всех. Но пока что по Нетворцам... Да, Девауэр тупо один. Он никого не убивает, он не погибает, он не ассистит, но у него топовый Нетворц, топовый Крипстат. Это немаловажный фактор. Зато потом пропасть идет. Потом пропасть, полно, да. И очень сильно отстаивает Тимберцой. Конечно же, Фестлес Войт, который вообще самый многострадальный персонаж на этой карте. Три смерти без ассистов и без скиллов. Ну, что, взял хроносферу и теперь попытается как-то избегать атак. Хотя, опять же, если попадает под какой-то первый стан, из Дизейбла его просто не выпускают. Посмотрим. Сейчас подумал, что команда Эннеж Берц такой вот получается по драфту. Выходит, если был бы 2012 год, то это был бы Тимбер офлейн, это был бы фармящий Войт, два саппорта Висп, плюс Вичдоктор. Ну, вот времена поменялись, да? Времена поменялись, да? Времена поменялись полностью. Тимберкерри, а Войт офлейнер считается. Попытно. Эти патчи, этот Фрог, который меняет героев. Теремище. Входим, по-троим, так хрону поставил. Есть ТП. Как убивать? Чем убивать? Самый главный вопрос. Ну, устанавливает авараталь, что, ребят? Ребята, а дальше-то что? Что же вы делаете? Отличный текст. Боже, еще и свапают пингвинчик, залетел из анти-эклипса. Конечно, он довольно живучий, у него брейсер, 1200 хп, ну, давит, давит БР. Ну, я не знаю, сто ли он того, это смерть войды, хроносфера потери, для того, чтобы сданать Тауэр. Плюс ко всему, затрата ресурсов пингвинчика, потому что потратил ТП время, тратить не фармить. Да, ну, не получилось. А есть снова внизу получать. Выход на центр имеется, приходит Двауэр, но нет. Ну и смотри, Пэра понимает, что на топе башню спушили, можно пойти на мидл, тут тоже не давать жить. Все команды Дэнишберс, грамотный выбор, и идут сюда. И дальше, давит, давит своего соперника, потому что соперник пока не готов воевать. У них, они ставят хроносферу, а толку ноль, дэмэджи влить пока что никто толком не может, дезварда нет, поэтому идти бить. И башня падает очень-очень быстро, да, под форспиритами, под ауровинги, хоть и первая, под крипами Чена, нажимается глиф, ну и готово дефить, как я понимаю, но нет, хроносферы, хроносфера в кулдауне, не буду и минуту, будет на топе. Как же идеально, пока свой драфт исполняют по форенжерс, они пушат, они реально давят, они делают все круто. Вот был один тревожный звоночек на топе, сейчас, когда была поставлена хроносфера, но избежали атаки, все спаслись, никто не погиб. Вот важно в таких мувах, когда вы играете на фаст пуш, когда вы играете на быструю доминацию, ни в коем случае не проигрывает замес первых. Если первые замесы проигрываете, все, преимущество моментально восстанавливается у Денни Шперс. Сейчас пока давит, и пока ничего у ДБ не появляется, посмотрим, что будет дальше. Кот остается один на Лене, тоже очень важно, у него появился Медас, Медас также у инвокера, денег они сейчас будет намного больше собирать, чем противник, ну и будут поддавливать топливы, и у него по-прежнему. Не оставляют на фрифарме, ни в коем случае хаста же Ротона, не дают спокойно фармить Эйсу, потому что Медведь его в корне постоянно запускает, и от Волдвауэр вынужден был тоже периодически на топ убегать. Пока все круто. Пока все очень круто, да, опять же, Лондруид, то, что он фармит, это безусловно клево, что он может и в лейт выйти. Мы видели, Лондруид с Керасами, представляет огромную угрозу, так что пока что у ПР все складывается идеально, и пока вот это вот задел на Тимберсоу Майнкерри, который быстро получает там левел 7-8, начинает ходить и убить, ведь пока что Эйс стоит и просто фармит дальше. А должен был бы уже ходить и убивать с командой. Под Вайда, да, вот он, выход есть, надо убивать. Под Хроносферу, Чакрам, там удар Девауэр, надо реализовывать свои мощные скиллы. У ПРов это пуш-потенциал, у вас имеются скиллы. Надо идти. Там смог на смог, но возможно не успеют поспасти своего сейчас Гора на легкой. Часто пытается сделать тэп-аут, если чем сбить Хроносферы, сбивают, но хоть так. Важно сделать, конечно, килл сейчас ребятам из Даниш-Бирс, далековато. Далековато находится ПР. Они тоже проживали смог, они понимали, что противника на карте нет, они хотели ответить встречной атакой, но немного не поспели. Вот может быть сейчас дать бой, даже вчетвером. Зная, что нет Хроносферы, может получится. Тавр-то давать точно ни в коем случае нельзя. Пошли совухи задувать. Два топ надо, летит сюда на дефтер 1 тавра. Ой, как же много демеджа. Выход ГДМ, имеется свап, надо свапнуть. Станп пошел по Айсу, Фингер и про Стейса. Нет, отличная работа. Джейфо подкопал, также Вайда. Вайда, Хекс, Войт, пошел Санстрайк, Войт и Вейди Санстрайк все-таки уходят. И на развороте Пингвинчик, Хандавгад от Бигнума, получает Эклипс минус Бигнума, смели с него смертоносный стрик, свапают Пингвинчика, Пингвинчик получает подкоп, пара ударов, Пингвинчик минус. Как же много дизейблов у команды Пэра, их просто уйма. Это Леон, это Винга, это тот же самый Инвокер, станов просто миллиард. И за счет этого могут Пэра убивать. И делают это. Ну, жалко, что отдали Чена. Чена все-таки был 5-0-5, стрик был шикарный, но ничего страшного. Ну да, Фасла Свойда, Едопилис, им чуть-чуть, вот Санстрайк бы немного на ход, чуть подальше как-то попридержать Пэра, и было бы минус 3. Ну так, в принципе, все равно неплохо. То есть, размин замечательный для ребят из Пэра, главное, что они Тавр с Возвесейвили, и при этом Тавр противника также будут съедать. По-прежнему, сохраняется тенденция, где один из героев Дэни Шбирс в топ-1 по Нетворусу, дальше 4 персонажа Пэра. Такая тенденция Пэра должна устраивать вполне. Покупаются артефакты как раз-таки на давление на пуш, на команду в первую очередь. Это Яквила, это Драма Фэнджеранс, есть, конечно же, и Аура от Сумонов, тоже очень важно, и заход моментальный на Рошана. Ну, пока все круто делают. Сейчас у Дэни Шбирс нет возможности нормально повоевать. Почему? Потому что у Пингвинчика нет Санти-Эклипса, и у Хастажерота нет Хоносферы. Нечем драться просто элементарно. Нечем драться, они даже влетят. Ультимейтов ключевых нет, поэтому не получится. Тут и Рошан падает очень быстро, я не знаю, зачем все Дэни Шбирс идут, на что они рассчитывают, честно говоря, не понимаю, правда. И J4, в инвизи, J4 подцепить бы кого-то, какого-то потерявшегося, например, Виспа, но все ушли. Ну и в итоге просто минус Рошана, у Чеширо, 900 золота, что там по Рейденсу? Неужели... купил себе просто Фейсбут на Медведя и перчатку. Они хотят давить. Они хотят давить. Они не хотят покупать Рейденс, они хотят идти давить. Потому что я уже давно видел, что на Медведи покупали Фейсбут и перчатку без Рейденса. Ну да, то есть выход Майлл Штром, Рейден действительно слишком много времени требует для того, чтобы его купить. И хорошен, когда вы играете более-менее ровно. Когда вы пушите, покупаешь себе какой-то Майлл Штром и убиваешь противника, убиваешь крипов очень быстро. Для пуша очень помогает. Ну что ж, неплохое решение. Действительно, съели еще один тавр. Итого уже минус 4 тавра в исполнении ПР. Сами ни одного не потеряли. И сейчас Миди будут организовать, видимо, какую-то атаку. Или нет? Медвежонок ускоряется. Пытается Пигвинчика захватить в корни. Пошли, голд снайпа, Пигвинчик отбрасывается Астралом. Надо убегать. Тут же перетяжка на топ. Пытаются через ганги постоянно ПР ускоряется годдемы. Что ты понял, Айс? Или не понял? Или понял? Непонятно. Джейфо ускоряет. Джейфо видит противника. Хекс достает Хексом. Дальше нужно дать стан. Почему ты получишь своего тиммейта? Алло! Джейфо! Ну что ж такое-то? Хекс дал и просто годдему не дал подойти. Может быть, свап? Свап не успел. Но очень, к сожалению, для команды ПР не видно противника. Надо подойти прямо вплотную. Поэтому прощают Айса на этот раз. Но если бы там был бы Хекс подкоп, очень любит физ-урон. Он его принимает. Но насчет магии либо чистого дэмэджа он это не любит. А там все-таки Фингер, Санстрайк. Для Тимбера это смерть. У которого там всего лишь 900 хп. Она уже стала 1100 с покупкой хпн-бустера на центре. Ведь, в теории, тут Райса вот так вот взял, запустил, не пожалел. Окей. Так, АПРом сейчас ни в коем случае нельзя ослаблять свой темп. Все, вы взяли какую-то такую вот активность, особую периодичность, которую вы давите или делаете киллы, приведу к тому, что Дэниш Бирс тоже будет фармить и нафармять себе какие-то крутые айтемы. Все, просто давить. Они идут вперед. Тир-2. Последний внешний тавер остался в центральном коридоре. Дэниш Бирс, конечно, занимают позиции для того, чтобы вроде как организовать файт, но не верю я в то, что удастся пробить противника. Потому что там у Чена хэнд оф гад и есть мека. Это все просто-напросто выхилится. Войт. В хорошей позиции находится очень. Войт. Можем прилететь. Прыгает Войт. Трансфера только по одному и райсу. Ай-яй-яй-яй. Стан моментально Войда. Годем свапает своего тиммейта. И в итоге поставляется Войт. Уходит на тайволке и пока что живет. J4. Стан страйк. Подкопали. Минус на Войде. Нет, Волду Вауэр тоже. Айтем в Астрале сидел. Хотя пытается уйти. И слушай, Висп его спасает. И окейте. Висп обратно вернется и погибнет. Как бы там ни был Тавер-минус. Ничего ПР особо не потратили. Только Годем свап и все. Все остальное. Голдаун очень маленький. Даже и свап голдаун маленький. Появляется риск. По таймингу. Подтягивается. Нет, лопается. Инвокер убивает все-таки. Ну что, сходить на хайграунд надо. 14-3. 17-ая минута. Отличная возможность игру заканчивать прямо сейчас. Ну закончить не получится, но хотя бы убитым Тавер было бы уже неплохо. Это максимум, что они могут сделать. Это не факт. Только поддамажить чуть-чуть хотя бы там на 400 хп. Неплохо. Давид соперника, который пока не готов воевать. Определенно. Хрансфер в кулдауне. Да и хрансфер, скажем так, была не самая лучшая. Только по одному инвокеру. Хотя в идеале можно было подцепить и Годемо. Не получилось. Немножечко не хватило рейнджа. Да вообще тяжело, конечно, дратся. Такое количество апхилы есть. То есть вы даже заряжаете сантиклипс дает прокаста Timber Soul. Две кнопки. Нажимает чен. Все опять с фулл хп. И как с этим бороться, все понятно. Пигвинчиков не завтра свапнули под хекс. Лучше санстрайк. Туда же бис пытается подцепить и как-то подцепить своего тиммейта. Но релокейт это нет. И помирает от пол 2. Есть конечно байбэк. Драка продолжается. Спиридбир все еще жив и корни Айса цепляет и испытает Сути на тиберчение. Спасается вроде 15 хп у него осталось, но живет. Но живет ли он покупает все блинг дагер. Там два совуха торнадо вызвали. Просто отправляет далеко за Тир-3 тавр. Медвежонок продолжает Тир-3 грызть. Тут же Форжи Спириты помогают. Катапульта рядом. С ТПшили мы видим. Бенжи Фулл Спирит. Он сейчас подригенится и вернется обратно с Айегисом. Там просто три пачки торнадо. Три пачки торнадо летают. Представляешь? Я такое уже не видел давно. Колоссальный дэмэдж. Но и Тир-3 спушили и могут Пэры отходить. Опять же шикарная работа. Как отыгрывать здесь Леон? Леон просто MVP. Потому что этот фингер под копы для Девауэра для Тимбера это смерть. Пока что нет БКБ у Девауэра. Фингеры это главное препятствие команды Дэниш Бирс. Они просто от фингеров отлетают все. Без исключения. Да, очень непросто, конечно, катать Дэниш Бирс сейчас. Нужно давать деф, бесконечно отбиваться от этих нападений противника. И при этом еще каким-то образом нужно артефакты себе зарабатывать. Тимберсоу. Ну, хочет очень выформить себе Бладстоун. Да, но Тимберсоу пока, конечно, скорее не реализовал себя, нежели реализовал. Напомню, что Тимберсоу был пикнут на лас-пике, на позицию мейнкерри. И Эйс явно, ну, не так крут, как он бывает обычно на полноценных кэрри. Там по типу Фантом Лансера, Эмбер Спирита и так далее. Пока вот Тимбер не зашел. 0-2-1. Он не убивает. Он не наносит пока что много дэмэджа в файте. Ну, не знаю, как все пойдет дальше. Лондроид уже появляется. Майл Штром. И на топе армия крипов, армия героев готова по ходу идти. 3 дико-крылого в бой. И пошли-пошли. Кодем себе Доминатор купил. И плюс ко всему, как понимаете, приручается то ли Катапульта, да, по-моему, Катапульта, либо Сатир. Свапнули Эйса. Эйс, привет. Пошел Санстрайк. Подкопали. Как же много дэмэджа. Как же много станов. Как же неприятно. Команде Дэниш Берст. Нет байбэка у Тимбера 40 секунд. Без Тимбера дефит непонятно как. Надежда на Вайдана. По пятерым. Именно какой-то сказочный Эклипс. Но это опять же сказочный. И эта сказка звучит, они реальности падают. Даже если по пятерым попасть в этих хроносфер, не фак, что это не может. Хастажероттон залетает сейчас в таймволк, цепляет двоих в крону. Тут же и Райс поднимает вверх от Волда Ваура. Ставится до свар, чтобы пробить Годем. Годем слишком плотный. Рассказывает Стажероттона. Хекс дает ему, чтобы таймволк не ушел. Хастажероттон за Хекс покипает. И тут же соглашается с поражением Даниш Пирс. Ну, отлично сыграли Пэр. Вторая карта прям образцово-показательная для того, чтобы наказывать противника за такие наглые пики жадные. За вот этих вот Timbersoul last pick'em, за ОД, которым нужно поформить, за Фестлос Войда. Нечем было отпушивать. Совсем никакого спама не было у ребят из Даниш Пирс. И, ну, Пэр сыграли просто сверхрамотно, конечно. Ну, вот если на первой карте команда Пэр не достойна была проходить финал, то сейчас команда Пэр достойна вполне проходить дальше. Вот эта команда, где не было ошибок и где все действовали просто идеально. Абсолютно все, без исключения. 1-0, ну, извиняюсь, 1-1. Отличная игра, при том вот выбор Лондруида. Не купить какой-то рейдинг, а выйти Майл Штром опять же приводит к быстро победе. 20 минут и ждем третью карту. Да, все довольно быстро. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.